Всем привет! И сегодня я записываю тег «Мои вышивальные секреты и мечты». Кто на меня подписан и уже знает, что я не готовлюсь к тегам заранее, я просто открываю и импровизированно отвечаю на вопросы. Так интереснее и слушать, мне кажется, и отвечать тоже. И первый вопрос тега «Давно ли вы вышиваете? Изменила ли вышивка вашу жизнь? Что она значит для вас?» Вышиваю я уже много лет, если честно, то 15 лет я уже вышиваю, 14 вернее, 14 лет вышиваю я, но активно, скажем так, серьезно, ну, наверное, лет 5-6, вот так. На этот вопрос я уже отвечала в одном из тегов, но не суть. «Изменила ли вышивка вашу жизнь?» Да, конечно, вышивка очень организовывает. Кто вышивает серьезно, тот знает, насколько организовывает, и я не только о времени. Конечно же, время важный такой элемент, и вышивка занимает много времени, мы знаем, поэтому мы стараемся быстро и качественно сделать другие дела. Но тут дело не только во времени. У нас постоянно много желаний, которых мы хотим оплатить жизнь, наших вышивальных. Поэтому сразу же все финансы терпят реорганизацию, и мы все перестраиваем, думаем, как заработать побольше, как там, где сэкономить, чтобы потратить на любимый набор или на какой-то аксессуар. Мне кажется, что это хороший стимул и помогает развиваться в жизни в целом, в карьере тоже. Я лично начинала работать в свое время именно, чтобы воплощать в жизнь свои творческие мечты, вышивальные в том числе. Так как творчество для меня не только вышивание, но и другие занятия. Кто меня знает, тот знает, кто не знает, тот, в общем, скоро узнает, наверное, из других видео. Но опять же скажу, что вышивка очень ревнивое хобби, оно не терпит ничего другого, оно все вытесняет. И, в общем, вот так вот вышивка доминантную роль занимает в жизни. Моей, по крайней мере. Вопрос номер два. Какими из вышитых картин вы гордитесь больше всего? Если есть возможность, покажите. Если честно, я горжусь всеми своими вышитыми картинами. И на вскидку так не скажу, но я решила перейти на равномерку и заменять. И впервые я заменила, скажем так, я не говорю о дизайнерских схемах, да. И впервые я заменила в наборе Аиду на равномерку. Это был набор, относительно недавно это было вот прошлой осенью, как ни странно, это РТО Медведь в Малине. Вы сейчас увидите это фото. И я считаю, что я горжусь этой работой, потому что это впервые, когда я кайфанула вышивкой от вышивки на равномерке. Насколько мягкая ткань, насколько приятно прикасаться, хочется и хочется прикасаться к ней снова и снова. И сейчас я вышиваю маленький проект на равномерке и те же самые ощущения. То есть главное правильно выбрать ткань, не пожалеть. Все-таки ткань это важный момент, аспект вышивки. Поэтому вот так. Горжусь этой работой Медведь в Малине. Что еще, что еще? Конечно же, я горжусь первым своим, надеюсь, не последним. Голдом от Dimensions. Northern Light. Северное сияние. И почему-то, когда говорят северное сияние, все думают, а так вот то северное сияние, там где домик, и да, то есть нет, это другое северное сияние, которое мало кто вышивает с оленем и с палаткой, и с зелеными деревьями. Северным сиянием, да, грубо говоря, очень сочетаемые вещи, хотя деревья там хвойные, по сути. У меня бабушка зажила на севере, и она говорит, не выдумывай, это хвойные деревья, то есть все окей. Что еще, что еще? Ну, вот такие две основные работы. Вообще всеми работами, кажусь, но вот эти две как бы у меня всплыли сейчас. Конечно же, те работы, которые для меня тоже играют важную роль, уже есть ролики о них, и там есть подробный обзор, описание каждой. Вы можете увидеть эти ролики в прикрепленной ссылке, господи, какой прикрепленной ссылке, то есть, ну, грубо говоря, в описании видео. Я начинающий блогер, поэтому, поэтому вот так. Значит, вопрос номер три. Есть ли у вас вышивальные провалы? Вышивка, которая получилась просто ужасная. Да, конечно, это все мои первые вышивки. Я вышивала на чем придется, чем придется и как придется, и я не преувеличиваю нисколько. Конва была похожа на бинт первой помощи во времена какой-то бомбежки дикой. Нитки просто все подряд, мне просто была необходимость вышивать, и странно, это не девяностый, не Советский Союз, да, это десятые, то есть, грубо говоря, уже годы, и даже вот нулевые. Не было никакого прямо недостатка товаров, но как бы не должно быть, хочу сказать, но был. И поэтому мы не были разбалованными, как американцы, например, да, всякими там различными нитками, пейзажами, картинами, производителями и тканями, да. Был у нас один рулон конвы, дай бог, чтоб на всех, на весь город хватило, да, то есть, на кого не хватило, извините, там, через три месяца придешь и дадим тебе кусок твой конвы. В общем, ну так, и поэтому первая работа — это вышивальные провалы. Если я найду фото, я вам обязательно вставлю. Ну, опять же, тогда я гордилась этими работами, мне нравился завершенный результат, но теперь, теперь я не могу на это смотреть по понятным причинам, да. Вот так. Хотя справедливость ради могу сказать, что я не могу смотреть на многие свои работы, даже вот, которые мне очень нравятся, я вижу недостатки, я подхожу, а тут то, а тут все. В общем, лучше не задумываться, вот. Тогда мы были счастливы, сейчас уже нет, и это хорошо, это какой-то рост, то есть, а через пять лет мы будем смотреть на работы с сегодняшнего дня и говорить, о боже, тут же куча недостатков, да, то есть, это хорошо, когда так происходит, это значит, что мы растем. Это правильно. Вопрос номер четыре. У многих из нас есть коллекции наборов вышивки крестом, у кого-то больше, у кого-то меньше. Если среди этих наборов любимчики, которые больше всего цепляют душу, у кого нет запасов, расскажите о своих самых ярких очушках на данный момент. Если есть возможность, покажите. Мне все наборы, которые у меня в коллекции цепляют, честно скажу. Ну, давайте, если надо выбрать, я выберу. Я выберу. Это Багровый волшебник, который будет следующим, приоткрою занавес, следующим в моих процессах. Это Dimensions. Мечты о Тоскане. Тоже покажу фото. Вот такой вот сюжет. Мини-голд. Мне он очень нравится. Мы любим вино, сыр. И всегда, когда я пью вино и ем сыр, я представляю, почему же я не вышиваю эту работу. Вот бы она сейчас была пушит. Вот. Почему-то меня не отпускает мысль несколько последних недель. Dimensions Garden Door, по-моему, называется... Нет, Садовая дверь, сейчас я скажу. Нет. Называется по-другому. Я вам ставлю фото, давайте, и название. У меня перед глазами стоит эта картинка, и я не могу вспомнить, как она называется. Вот она мне стоит перед глазами, и мне даже чехол на квадратные нурге пяльцы заказала летний. Купила летний себе магнитик в виде подсолнушка. Хочется этот проект. Там такая красивая летний... Летний такой, как... Даже не знаю, как это называется. Ну, не сарай. В общем, помещение для цветов, и падает тень, и котик сидит, и... Ну, замечательно просто. Очень атмосферно для лета. Аж пахнет прямо, знаете, когда живешь в частном доме, вот выходишь, и прям душистый такой аромат. Вот ягод, малины, цветущих деревьев, плодов прямо вот сшибает. Вот такой вот атмосфер... Атмосферный набор. Вот мне напоминание, реминесценция об этом. Вот. Ну, это то, что вот опять же всплыло вот сейчас, момент речи, да, может быть, глобально, если задуматься, то будет всё по-другому. Но, как говорится, спонтанность — это подруга откровения. Поэтому вот будет так. А значит, давайте вторую часть вопроса. Расскажите о своих самых ярких очушках на данный момент. Давайте я расскажу и об этом. Последнее время мне как-то... Я понимаю, что я человек занятой, да, и у меня и так мало времени на всё это. На всю эту тему я просто очень медленно двигаюсь, но последнее время я смотрю в сторону больших работ. И мои чушки такие, которые вот постоянно красной нитью маячат в тумане, это зелёная деревенька и бенгальские тигры. Большие работы. Ну, также я засматриваюсь на некоторые схемы химеры. Сейчас вот не вспомню так сюжет. Вот сегодня видела красивый от химер трамвай. Вот. Вот большую схему хочется. Прям хочется прям... Уже так от этих миниатюрок я устаю морально. Хочется как-то размахнуться на что-то. И знаете, ну, вы знаете, наверное, что большая работа быстрее идёт, чем маленькая, да? Маленькая, потому что ты ковыряешься чуть-чуть в этих крестичках, да? А большой работе раз, и лист сделал один из сорока за неделю. Ну, сами понимаете. Так бывает. Подсериальчик какой-то. Вот. Вот такой ответ на вопрос номер 4. Номер 5. Если у вас глобальная вышивальная мечта, но в силу разных обстоятельств боитесь начать, покажите или расскажите об этом сюжете. Моя глобальная вышивальная мечта, наверное, не в сюжете заключается в конкретном, а в организации этого сюжета. То есть я понимаю, что любую многоцветку, как её любят называть, хотя я не люблю это название, честно говоря, зачем я его употребляю. То есть большую работу можно легко вышивать. Не сложнее, чем мы ковыряем всякие примитивы. Главное, это хорошо организованное место. То есть это какой-то классный станок, который я вот недавно видела в одной женщине в фейсбуке, и с ней общалась по поводу стоимости. Ну, пока просто мне такую громилу даже ставить некуда. То есть у меня есть уголок, пока так. Это куча пака, куча всяких органайзеров, да. То есть, ну, много подготовки. Нету такого, что я боюсь. У меня ещё, наверное, играет юношеский максимализм. То есть мне всё по плечу, я всё могу. А что вы, я там километры бека сделаю, там ещё чего-нибудь. Одиночек вышью, там, миллион. В общем, у меня нет такого, что я думаю, что... Мне пока что всё по плечу. Вот. Вот так. Ну, конечно же, я скажу, что это большие сюжеты. Это тот же опять зелёная деревенька и бенгальские тигры. Вот это две мои такие мечты, как бы, которые я хочу осуществить. Я хочу хотя бы посмотреть, как оно выглядит, вышивка, в таком масштабе. Муж шутит, что это выглядит не картина будет, а одеяло. То есть, куда такое на стену вешать? Ну, наверное. Номер шесть. Ваши вышивальные предпочтения. Какие сюжеты доминируют в вышитых картинах? В моих вышитых картинах доминируют звери. Вот я даже оглядываю сейчас. У меня лось, медведь, цветочки, лис, маяк нарисованный. У меня зайчик, лис, попугай и куча зверей, но и вековчеги. И зайцы на ёлке. То есть, сами понимаете, это животные. Животных мне нравится вышивать и людей не очень, но скоро и людей буду вышивать. У меня есть в планах проект. В общем, чем больше детям уже или лучше, не знаю. В общем, вот так. Звери и природа. Всё, что я скажу. Номер семь. Расскажите о своём отношении к вышивке подбора. Был ли опыт и ваши впечатления? Опять же, мне написали комментарий к одному из видео, что я не понимаю, что такое подбор. Да нет, я понимаю, что такое подбор. И я просто неправильно выразилась. Когда мы выбираем, то есть, берём дизайнерскую схему, покупаем, и мы подбираем цвета не по ключу, а вот как хотим, да, куда нас поведёт. По оттенкам, по цветам. Вот это подбор, да, я знаю. Не по ключу, а вот, ну, по оттенкам или просто с головы, или откуда-то ещё там в бреду в каком подбирать. В общем, люблю я подбор. И многие работы, и удачные работы я вышила методом подбора. Это хатки от леди. Это, ну, многие работы, скажем, не первые, а вот средние. И работает у меня мозги на подбор, честно говоря. Надо развивать это полезное качество. Буду всё это подбирать. Вот так вот. Ну, конечно же, я люблю не только подбор, а ещё и замену. То есть, да, вот заменить что-то, в схеме что-то заменить, что-то заменить в материалах, в основе, в нитках, добавить какой-то креник, блёстки. В общем, цветящуюся нитку придумать какую-то. Это я люблю. Это я мастак. Я люблю творчество и во всех его проявлениях. Поэтому это, конечно же, подбирать, заменять и придумывать, додумывать. Это всё обо мне. Вопрос номер восемь. Представьте себе ситуацию. Вы вышли грандиознейшую картину, над которой работали очень много времени, вложили всю душу, оформили, повесили шедевр дома. Картину увидел ваш самый близкий и родной человек и попросил подарить ваши действия. Всё, конечно, подарю, потому что самый близкий человек и родной живёт со мной. И я ему подарю эту картину. В принципе, такая ситуация уже была. Эта ситуация случилась с Dimension. Dimension. Dimensions. Северное сияние. Эту картину я уже показывала, но покажу снова. Почему нет, мне не жалко. Вот, и я её подарила, да, самому близкому человеку. Она ему понравилась, и на день рождения он её получил. Вот такой шикарный подарок я сделала, себя похвалила. Так, номер девять. Будете ли вы дарить оформленные картины, которые давно висят у вас дома, но уже не актуальны, ведь вышитые картины гораздо лучше на данный момент. Правильно ли дарить человеку то, что самому уже не нравится? Я не знаю, насколько это возможно, когда ты вложил столько времени, сил и вообще себя в проект. Можно сказать, что ты как бы уже, это пройденный этап, можно сказать. Можно сказать, что картина немножко приелась, что нету места для других, но не может. Картина, которую, ну лично я, давайте я буду о себе, которую я хотела, вышила, потому что у меня нету там 25 часов в сутки вышивать, да, если я уже выбираю что-то, то это глобально, то есть мне оно нравится. Не может оно мне разонравиться, вот так, что не нравится, на, забери, чтобы я его не видела, да, не может такого быть, поэтому, ну подарить я не знаю. Честно, не знаю, вот снять со стены и подарить, нет, наверное, нет, это вещь моя уже, я уже к ней привыкла, и это часть себя, то есть подарить энергетики. Вышивающицы многие говорят о том, что если вышивать картину, да, надо знать изначально, вот ты на подарок, вышиваешь на подарок, на подарок, да, тогда все окей, и ты изначально знаешь, что ты ее вышиваешь для этого человека, вкладывая энергетику этого человека, вкладывая мысли об этом человеке, ты вышиваешь, и понятно, что логично будет ее отдать, а просто когда ты вышивал для себя, для близких, да, оформлял ее, То есть, жил этим проектом, может быть, год или больше, да, и тут раз снял, и на, забирай, нет. И такие поступки, я считаю, вообще глупыми, очень необдуманными, вот так вот своей энергией вот так распыляться, то есть, нет, наверное, нет. Десятый вопрос. Можете ли вы, увидев вышитую картину, или пока только её процесс настолько влюбиться, что сразу же побежите в онлайн-магазин с наборчиком? О, да, могу, конечно, могу, это прям про меня, я даже спать не могу. Я сижу, пока эта картина ко мне не придёт, то есть, да, я буду вот так страдать, сидеть. Это важно. Поэтому со мной такое случалось. Случалось такое, что мне очень понравилась картина, я не могла её купить, да, по каким-то причинам. Но пока не купила, там прошёл день, неделя, месяц, год, иногда даже несколько лет проходило, я всё равно её купила и успокоилась. И так произошло с многими моими картинами. Некоторые картины я хочу с 2008 года, некоторые с 10, с 11, 12 и 15, и они у меня появлялись, я их отшивала в итоге, они мне не разонравились. Поэтому предыдущий вопрос, опять же, нелепым немножко выглядит. Если я уже, ну, я такой человек какой-то, ну, тормоз, что ли, ну, не знаю, как сказать, или постоянный человек. Если мне что-то нравится, то это, наверное, навсегда уже. Ну, очень редко, 5% из 100, что мне что-то разонравится. Если уже вот именно вот это чувство, это не так, что всё подряд грести, когда кто-то испортил настроение и пытаться шоппингом себе, там, как едой, да, заглушить обиду какую-то. Да, тогда, может быть, необдуманные поступки, хотя тоже по-разному бывает. Но когда картину именно ты в спокойном, нормальном состоянии, никто тебя не разозлил, не вывел из себя, крыша прибитая, ты смотришь, просматриваешь сайты, каталоги, или просто ходишь по выставке, магазину, и, ну, действительно, вот понимаешь, оп, вот это я хочу вышить, вот такая мысль появляется, это навсегда. И я вот просматриваю мои, как бы коллекции моей уже несколько лет, и я просматриваю, вот, не готова ни с чем расстаться, ничего не готова отдать, продать, то есть пока нет. Может, всё поменяется, там, да, оно старше, мне что-то войдёт в голову, и всё поменяется. Я не зарекаюсь, но на данный момент это так. И последний вопрос. Кого из рукодельных блогеров вы открыли для себя в последнее время? Расскажите о них ответ по желанию. Ну, я люблю многих блогеров, понятное дело. Последнее время. Мне понравился канал девочки. Эта девочка, к слову, не очень популярная, то есть, да, она только начинает свой путь, как и я, в принципе. Вот это такое у неё имя необыкновенное ещё. Я стараюсь, вот, листаю YouTube найти её, стараюсь, как же её зовут. Вот, у неё, к слову, вышивает бисером, и настолько я случайно попала, у неё мало просмотров, мало подписчиков. Я случайно попала на её канал, просмотрела, и вот, хотите, верьте, хотите, нет, я откладываю все процессы, копаюсь в своих, достаю. У меня один набор, по-моему, бисерный, я его достаю и начинаю вышивать. То есть, это вообще мне не свойственно. Настолько человек меня вдохновил, что я просто вот раскрываю набор и начинаю его вышивать. Вот так вот тоже бывает. Вот, поэтому абсолютно неважно, опять же, то есть, человек популярный или нет. Вот бывает обычный какой-то вот человек, которого ты не знаешь, который не знаменитый. Просто вот он говорит какую-то мысль, и ты включаешься, он тебя зажигает, вот. А вот так случилось со мной, вот я посмотрела какие-то видео бисерные, и я не смогла удержаться. Вот я человек один процесс, как я уже говорила, а тут вдруг вот такое случается, да. Я достала, кстати, свой этот набор, который его косовый. Это мой основной процесс сейчас. Я стараюсь его какому-то довести, довести до ума, до какого-то. Хочу в конце мая, до экватора его довести, это такой минимум, как бы, да. Программа минимум, скажем так. Так, если я тут буду болтать или стать ютубчик, то и отдыхать, нога на ногу, чаёк попивать, то я, конечно, доведу его до экватора, да, через 25 лет. В общем, вот так. Не знаю, не могу найти я девочку эту. Я обязательно вставлю вам, когда буду видео монтировать, я вставлю вам и как её зовут на экран, и вставлю вам, конечно же, в описании видео ссылку. Вот так меня человек вдохновил на вышивку бисером. Прям всё бросила, начала вышивать. Сама удивляюсь. Вот такой сегодня был интересный тег. Спасибо большое организаторам тега. Я, как обычно, вообще не подготовленная, да, то есть не знаю, кто что организовывал там. Я всё исправлюсь, обещаю, оставлю в описании видео. Спасибо, кто был со мной до конца, кто меня послушал. Спасибо, кому понравилось. Ставьте лайки, пожалуйста. Мне будет приятно читать комментарии, лайки, ваше внимание. Мне очень приятно. И надеюсь, вы замечательно отдохнули, повышевали, послушали меня. Вот. Всем хорошего дня, вечера и всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok